всем привет всем здравствуйте меня зовут елена и вы на канале о вязании что лето заканчивается и логично что на смену летним изделиям теперь в кадре постепенно будут появляться точнее все чаще и чаще будут появляться теплые вещи для осеннего и зимнего сезона и я решила поделиться с вами тем проектом над которым работаю вот последнюю неделю перед вами шарф генри да он так и называется генри это не я придумала это описание она находится в открытом доступе в интернете как я поняла вполне себе популярная схема в принципе вы можете самостоятельно ее отыскать масса фотографий с уже готовыми изделиями можно посмотреть как из другой пряжи выглядит подобный шарф но если вам лень заниматься поиском схемы то тогда приглашаю вас к себе в группу вконтакте там я разместила это описание просто взяла его и скопировал из интернета ссылка на группу находится внизу в описании под этим видео ну что я вам скажу процесс этот очень очень долгий и очень очень трудозатратный и вывод мой таков значит на продажу вязать такое изделие конкретно эту модель абсолютно смысла никакого не имеет если вязать то только на заказ и вот сейчас я вам поясню почему поясню свою мысль здесь довольно много интересных технических моментов которые действительно интересны в работе но и при этом они замедляют работу особенно для новичков это будет действительно непросто значит шарф вяжется поперек то есть изначально набирается количество петель на всю длину шарфа на ту длину которая вам требуется в описании дана длина шарфа 150 сантиметров а моя задача была связать шарф 180 сантиметров но я к сожалению немножечко промахнулась набрала большее количество петель и в итоге у меня длина получилась 188 сантиметров согласовал этот вопрос заказчица она сказала что ее это вполне устраивает поэтому продолжила вязать что такое 188 сантиметров это 684 петельки в одном ряду если наберете меньше петель соответственно у вас будет изделие короче главное чтобы количество петель было кратным 4 и тогда у вас все получится спицы я использовала 3 25 миллиметра это спицы чиагу вообще этот шарф вяжется бесконечно долго потому что полотно постоянно усаживается и вы же видите да что здесь главная особенность в том что эффект создается как бы не вязаного а тканого полотна и вот это вот полотно оно постоянно дает усадку огромную усадку вот вам конкретные цифры за один час у меня получалось провязать максимум 4 ряда напомню в одном ряду 684 петельки и это где-то получалось на выходе 0 7 сантиметра то есть меньше одного сантиметра представляете да как медленно значит в итоге когда я уже вот шарф завершила связала у меня получилось 108 рядов высота изделия 22 сантиметра это 108 рядов вязала я это 108 рядов почти 27 часов то есть совокупности да если все время вязание собрать получилось 27 часов это только вязала плюс еще идет оформление кромки поскольку здесь идет имитация фабричного края то есть закрывается этой иглой закрывала я две кромки восемь часов в районе восьми часов но кромки мы поговорим чуть позднее а сейчас давайте уделим внимание пряжи потому что если честно на сегодняшний день это моя самая-самая любимая пряжа называется она сильвер кстати сейчас именно из этой пряжи я вяжу юбки те самые юбки которые показала вам еще в начале двадцатого года и кстати почему бы нет я сейчас устрою минутку саморекламы вот эти юбки есть возможно кто-то еще их не видел у меня есть видео мастер-класс два видео очень подробный очень пошаговый мастер-класс там дана формула расчета расклешения юбки по старому советскому госту там все 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 подробно рассказано и показано и самое главное нет никакой привязанности ни к плотности ни к размеру то есть по алгоритму который я даю можно связать изделие хоть на маленькую девочку трехлетнюю хоть на ее бабушку так что если вам интересно то пожалуйста вся подробная информация и ссылка находится внизу под видео ну а теперь снова о пряже это итальянская пряжа от фабрики gg filatti называется сильвер на 100 граммов приходится 500 метров знаете очень очень мягкая пряжа вот вот реально идеальная пряжа к сожалению цвет передачи хромает на самом деле цвет пряжи не такой плоский он не такой примитивный синий он более васильковый более глубокий более благородный и знаете что позвольте мне дать вам такую небольшую рекомендацию уже от себя если надумаете вязать эту модель то возьмите например серую пряжу серую меланжевую до меланжевую пряжу или песочно-бежевую меланжевую пряжу вот именно тогда вы увидите насколько шикарно насколько бесподобно круто будет смотреться вот этот вот эффект тканого полотна гораздо более интересно чем вот на таком вот синим цвете так какие вам могу рекомендации дать еще значит итальянский набор да изделие начинается с набора который имитирует фабричную кромку понятно что кто-то набирает итальянским способом кто-то набирает с помощью дополнительной нити контрастного цвета вот в описании как раз дан именно этот способ второй да когда вы берете дополнительную нить и я следуя описанию решила попробовать хотя в принципе этот способ не люблю и вы знаете в общем-то к сожалению так я его и не полюбила потому что потом уже когда шарф был связан мне предстояло удалять эту нить петли заново набирать на спицы а потом уже иглой все это закрывать это наоборот усложнило мне задачу и еще дольше я занималась кромкой если бы я изначально добрала нормальным привычным мне итальянским способом то было бы гораздо проще поэтому рекомендую вам если вы владеете этим способом рекомендую вам так и поступить набрать сразу итальянским способом что касается самого вязания то всегда в процессе нужно следить за натяжением нити чтобы рисунок не гулял во первых и чтобы считывалось полотно как равномерное да то есть вот это вот эффект тканого полотна чтобы был равномерно нигде у вас ниточка которую вы протягиваете вдоль петель чтобы она нигде у вас никак не выскакивала не не получилось что одни петельки затянуты а другие наоборот ниточка как бы болтается вот здесь вот очень важно следить еще раз следить за равномерным натяжением нити в принципе рисунок сам несложно его легко запомнить большому счету можно представить что вы вяжете резинку два на два да вот например вы две лицевые провязываете а следующие две вы провязываете не изнаночными петлями а вы их снимаете и ниточку протягиваете как во время вязания полой резинки только вы протягиваете ниточку вдоль двух петель на лицевой стороне а когда вы переворачиваете изделие на изнаночную сторону начинаете вязать изнаночный ряд то вы ниточку протягиваете снова за работой как при вязании полой резинки да то есть у вас эта протяжка будет укладываться поверх петель снова на лицевой стороне и соответственно изнаночной стороне вот эти вот петли лицевые которые вы провязывали в их провязываете традиционно изнаночными петлями сложного в принципе ничего нет но здесь есть нюанс в каждом ряду идет смещение вот этих вот двух петель вдоль которых прокладывается ниточка и вот контролировать вот это смещение нужно в самом начале ряда там идет некоторая разница да отступить одну петельку от начала отступить две петельки отступить три именно вот этому моменту нужно уделять внимание это важно а смещение вот этих двух петель через которые перекидывается нить происходит и в лицевых рядах и в изнаночных но на схеме все это показано в принципе возможно вам на слух это сложно понятие осознать да на схеме это все наглядно показано ну вот сейчас шарфик отправится так сказать поездку хотя поездку недолгую потому что это заказ из зеленограда я его сама отвезу вот такие мешочки их надо сейчас будет погладить мы шьем для небольших изделий здесь хлопок и я так понимаю здесь вискоза в составе потому что но уж очень блестит что не свойственно хлопку натуральному и вы знаете такая более мягкая на ощупь и соответственно строчка выражается ровнее хотя здесь вот у нас подгиб то есть двойная ткань вот таким образом в принципе мы шьем совершенно разные мешочки уже каких только не было для женщин стараемся делать более такие вот какие-то изящные как бы тесемочку можем пришить конечно же всегда идет нашивка отелье добрынского мануфактура кстати хочу заказать новые где будет именно написано что это отелье они просто надпись но вначале конечно же стоит израсходовать уже отпечатную партию у меня довольно много их было заказано так значит что мне осталось подготовить шарф от отпарить прогладить мешочек и последний так сказать жест вот таким вот образом я сейчас промаркирую изделие как вы знаете продукция которая выпускает отелье она не подлежит обязательной сертификации так как наверное лучше вот тогда попробую вот с этой стороны если бы был бренд одежды тогда да если я выпускаю партиями вот видите каким образом я снизу нацепила этот гвоздик и сейчас я его просто закручу кстати вот это вот штучка она это натуральная кожа я тоже заказывала причем где-то далеко заказывал где-то на урале это натуральная кожа и каким-то образом вот эта надпись сделана даже не знаю вы же выжигали ее или штамповка на штамповку не очень похожи если честно похоже что выжженная такая вот структура у этой надписи вот дизайн мы разрабатывали со мастером согласовывали шрифт я довольна в любом случае довольна собственно все сейчас я упакую и шарфик отправится свои заказчицы но красота необыкновенная честно скажу мне сама очень нравится прям правда нравится вот он высох постиран постиран глицерин и посмотрите за счет того что он постиран глицерин и посмотрите что происходит мягкость необыкновенная но тут еще надо признать шелк в составе но вот просто слов нет мягкость очень хорошая драпировка способность драпировки эти да то есть вот его можно как угодно завязывать я этого делать сейчас не буду чтобы не помять вот это лицевая сторона это изнаночка эффект тканого плотна здорово правда здорово ну пожалуй это все что я могла рассказать об этой модели напомню описание называется шарф генри если вам нравится то вяжите если я впервые вас познакомилась с этой моделью то конечно мне это приятно поскольку я признаюсь вам сама недавно познакомилась благодаря заказчице это ее был выбор ее пожелание она меня сориентировала на эту модель так что век живи век учись как говорится на этом прощаюсь но ненадолго всего вам доброго счастливо спасибо спасибо